Канун 1 мая Канун 1 мая Канун 1 мая Никола Паганини Для всех нас эта фигура была, есть и будет загадкой На протяжении более века все стараются понять, что представлял собой Паганини Это был, конечно, гигантский одаренный человек, рожденный скрипач И по его композициям, которые мы можем сегодня рассматривать и играть Мы понимаем, насколько он был революционен Он, пожалуй, единственный из всех скрипачей в истории скрипичного искусства Совершенно изменил скрипичную игру Он совершенно заново посмотрел на скрипку, как на инструмент, на ее возможности Он их настолько увеличил, что они стали поистине безграничны Все его композиции были настолько оригинальны Представляли собой нечто такое новое, такое непостижимое Что многие, я убежден, считали его дьяволом Лишь потому, что они не могли понять, как простой смертный человек Может на скрипке играть такие вещи, которые казались бы неисполнимыми И двум, и трем скрипачам одновременно Он это все делал отдельно Лист, который был на его концерте, который слушал его Был настолько потрясен, что заново пересмотрел всю свою фортепианную игру Что принесло совершенно удивительные результаты Когда я бываю в Генуе, я всякий раз смотрю на скрипку, на которой играл Паганини И рассматривая внимательно скрипку, я хочу понять, так сказать Под тем стертым пятнам лака Под тем моментам, которые мне, как скрипачу, как профессионалу могут многое подсказать Какими же руками обладал Паганини Видимо, пальцы и руки у него были очень большие Ему было очень легко играть Своебразная манера держания скрипки Своебразная постановка вообще И, надо сказать, максимально удобная Хотя и не очень, может быть, эстетичная на взгляд Я начал с Паганини Знакомиться в самом детстве Играть смог его в юношестве Старался переиграть все то, что он написал Мне это почти что удалось Я сыграл многие те произведения, которые раньше не исполнялись И надо сказать, что в каждом произведении Можно было заметить невероятную силу и скрипичный талант этого человека Сквозь его композиции, которые мы играем Мы видим и понимаем, что за ними стоит гигантская фигура Скрипача-великана Который мог делать на скрипке то, что другие не могут и не могли Субтитры создавал DimaTorzok Скрипача-великана 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 КОНЕЦ 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 Я родился в Днепропетровске, в семье фотографа. В нашем доме любили музыку. Много было пластинок с записями очень многих исполнителей. Не только скрипачей, пианистов и особенно вокалистов. Помню, что стоял такой граммофон с огромной трубой. И оттуда неслись не только шипы, но и звуки, которые меня совершенно поражали. У нас в доме была скрипка. Я даже до сегодняшнего дня не могу понять, почему она была в нашем доме. Отец не был музыкантом. Чтобы он играл на скрипке, я никогда лично не слышал. Но она висела. И вот меня стало удивлять, что такое висит на стене и зачем это висит. Я ее ощупал со всех сторон. И на этом первое знакомство со скрипкой закончилось. Потом родители повели меня к нашему местному педагогу по скрипке. Это был Ямпольский Филипп Кенрихович, ученик Ауэра, известного русского профессора в Петербурге. Одного из крупнейших представителей русской скрипичной школы. И вот, когда начались первые занятия на маленькой четвертушке, скрипочке, то оказалось, что, в общем-то, играть на ней гораздо труднее, чем смотреть, как на ней играет. Я думал, что это всю жизнь надо будет только пилить, вот так, понимаете, смычком по струнам. Звуки будут ужасные, удовольствия никакого, да еще заставляет это делать по два часа в день. Потом педагог, который занимался со мной, дал мне две или три интересные довольно пьески, которые меня заинтересовали. И когда эти первые пьески я сыграл, мне самому это уже доставляло какую-то радость и удовольствие. Вот так протекала моя учеба на первых порах в Днепропетровске. В 34-м году я был послан на учебу в Москву. Я попал в класс к выдающемуся нашему профессору Ямпольскому Абраму Ильичу, который тоже являлся учеником Аура. Я у него занимался очень много лет. Сначала в особой детской группе, потом она была преобразована в центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории. КОНЕЦ 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 С самого раннего детства мы росли здесь в содружестве со многими жанрами, другими жанрами нашего искусства. С театром, с балетом, с живописью. И надо сказать, что очень уж дополнял один жанр другой для нас, ребят молодых, которые учились в Москве, музыкантов. Я помню, что еще со всем мальчиком я несколько раз ходил в театр на самую галерку смотреть Алису Коон в «Мадам Бавари», которую ставил Таира в Камерном театре. Это были какие-то такие моменты, которые действительно влияли на все развитие человека, на все духовное его развитие, потому что такие спектакли не забывались. И вызывали чувство невероятных каких-то эмоций, творческих эмоций у каждого из нас. Оперные спектакли в Большом театре вызывали тоже всегда у нас чувство большой радости и музыкального удовлетворения. Придя домой, мы переосмысливали все то, что сами делаем, все то, что сами учим. И как-то, если хотите знать, это указывало нам некий и музыкальный путь, и нашего развития, скрипичного развития. Я очень много во время войны, впервые-то я до войны, услышал Василия Ивановича Качалова во МХАТе, увидел и услышал. Я сказал вначале «услышал», потому что, вы знаете, для меня голос Василия Ивановича Качалова всегда будет звучать, как самая замечательная музыка. Во время войны мы очень часто выступали с Василием Ивановичем в совместных концертах. Это были концерты и для воинов Красной Армии, и для просто широкой публики, для трудящихся, для рабочих. Я его слушал. Я слушал его с каким-то особым упоением, потому что голос этого человека был каким-то совершенно необычайным. Каждое слово, произносимое им, звучало, как замечательное гармоническое созвучие, как какая-то удивительная музыкальная струна была в горле Василия Ивановича. И вот эти все достоинства Василия Ивановича Качалова, о которых я говорил, они очень живо возбуждали фантазию во мне, музыкальную фантазию. Надо сказать, что ведь мы имеем очень много музыкальных произведений, которые не отмечены специальной программой, но в которых мы наверняка улавливаем театральность. И вот эта театральность многих произведений, ее выявление и определенным образом исполненное таким образом произведение, оно доходит больше до зрителя, до слушателя. КОНЕЦ 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 Вообще гений Бетховена, его мощь, его необычайная сила воздействия и какая-то мятежная вся эта музыка очень меня увлекали. И вот именно Бетховен стал тем композитором, которого я безгранично еще в юношеские годы полюбил. Эта любовь останется на всю жизнь. КОНЕЦ 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 Крейцерова соната с самого детства всегда влекла в меня. Темы этой сонаты настолько сильные, настолько драматичные, что даже порой удивляюсь, как Бетховен решился написать эти темы для такого хрупкого инструмента, как скрипка. И мы, скрипачи, играя это произведение, стараемся, как говорится, по мере сил и возможностей, чтобы Бетховенский дух и мощь его все-таки проглядывались в этой сонате. КОНЕЦ 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 педагогика для меня одна из очень важных частей всего всей творческой жизни я преподаю давно с 52 года и надо сказать что в процессе преподавания я сам очень многому научился научился на недостатках своих учеников видеть свои недостатки искоренять их а также предупреждать учеников и студентов от тех недостатков которые есть у меня самого и которые я сам преодолеть сожалению не могу это очень важный так сказать момент взаимоучеба педагога и студента для меня моей творческой жизни но таких определенных принципов педагогических что ли я бы не могу сказать что они есть у меня какие-то незыблемые и определенные конечно они есть некоторые это во первых то что я получил по наследству от всей нашей скрипичной школы русской школы ауэра эти принципы это очень высокая технология и на этом фоне очень глубокое проникновение в стиль и в музыку ну вот для примера скажу вам так ну приходит студент в класс студенты бывают разные бывает студент настолько талантлив что еще не родился педагог который его испортит бывает студент которому ни один самый талантливый педагог ничем не поможет бывает студент средний нормальный которого педагог если он хорошо хорошо разбирается своем деле может очень правильно настолько правильно направить что даже слушатели и его товарищи смогут не замечать недостатки вот дарований и недостатки в них бывают и такие студенты поэтому наша миссия педагога в общем сводится к тому чтобы максимально облегчить студенту его учебу сделать ее как как мне кажется наиболее приятной и приемлемой с одной стороны а с другой стороны всемирно двигать наше скрипичное искусство вперед но это еще не доделан кусок надо будет его дома хорошо проработать основные в общем недостатки вот на первый взгляд который кажется все таки нет единства между правой и левой рукой это сказывается и введение смычка правой руки нет постепенной и равномерной динамики и конечно должна быть вибрация особенно на верхних позициях гораздо меньше чем она есть ну это вопрос работы ну а сейчас повторим то что мы уже проиграли еще раз подряд без астана и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выступать на эстраде мне пришлось уже в самом раннем детстве. Мы выступали перед разными аудиториями, и очень много приходилось играть. Для меня все это было каким-то музыкальным калейдоскопом, событий невероятных, интересных. Каждый день я являлся каким-то новым, открывал что-то новое. Я помню, что самые уже трудные произведения, начиная с 12, 13, 14-летнего возраста, мы уже исполняли. Конечно, увлечение тех лет музыкой романтической, музыкой виртуозной, было огромным. В один из дней у нас в школе был очень интересный и необычный для нас день. К нам приехали в гости сотрудники, операторы, режиссеры московской кинохроники. И снимали нашу школу. У нас был небольшой камерный оркестр, в котором мы все играли. И вот стал вопрос кому-то из ребят продирижировать оркестром. Попросили сделать это меня. Но с тех пор у меня не возникало желания вернуться снова к этой сфере деятельности. Вот после такой увлеченности и после того, как я познал творчество великих скрипачей, романтика Вьетана, Винявского, Эрнста, Багандини, я начал играть очень много классики. Мы, советские музыканты, очень благодарны нашим великим русским классикам за то, что они часто обращались к скрипке. Но мне думается, что это неспроста, потому что скрипка очень певучий и настолько выразительный инструмент, что они должны были обратиться к этому инструменту. И мы имеем в наследстве очень много замечательных произведений для скрипки, написанных русскими классиками. Чайковским, Глазуновым, Оренским, Ляпуновым и другими. Уже имея в скрипичном репертуаре два таких гигантских концерта, как концерты Чайковского и Глазунова, можно сказать, что скрипачи получили очень много от великих русских композиторов. Но мы имеем также очень много мелочей и Чайковского, и Глазунова. Некоторые мелочи Чайковского даже инструментовал Глазунов. Вот, в частности, если взять Глазунова, то он написал не так много мелочей для скрипки оригинальных, но среди них есть просто жемчужины, такие, например, как размышления. Глазунов 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 Те, которые могли, раненые, прийти, как говорится, сами в зал, мы всегда были у нас желанными гостями. Если же нет, то мы приходили в большие госпиталя и играли там. Играл я тогда, я помню, концерт Чайковского, концерт Глазунова, русскую классику. С тех пор прошло много лет. Я играл почти что во всех городах нашей Родины. Надо сказать, что публика в нашей стране за последние годы, за последние десятилетия сделала огромный качественный скачок. Я не знаю страны, где есть столько городов, столько десятков городов, где можно было бы играть самую серьезную музыку при полных залах и с такой большой творческой отдачей. Наш советский слушатель стал неузнаваем за это время. Я думаю, что этому способствовало не только то, что жизнь наша стала лучше, что стало, так сказать, все лучше у нас, но и то, что огромная работа проведена в области воспитания советского слушателя. Ведь все абонементы на заводах, в клубах, в домах культуры, ведь это же огромная пропаганда серьезной музыки. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 большой расшифровки и исследования. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok